В эфире Первого Балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллин». 16 февраля в Центре русской культуры состоится финальная игра Международной Лиги Смеха. Кто поборется за звание чемпиона, расскажет руководитель Международной Лиги Смеха Максим Волков. Максим, доброе утро! Доброе утро и, наверное, веселого утра хочется пожелать. Бодрость и веселье никогда не помешают. Это точно. Ну вот как прошли предыдущие юмористические побоища? Ну, знаете, на самом деле для нас этот год был очень интересный, поскольку мы 25 лет играем в такую игру замечательную, как КВН, а Лига Смеха это по большому счету, ну, такая сильно осовремененная версия КВН, поэтому если вы ни разу не были на Лиге Смеха, но ходили на КВН, обязательно приходите, посмотрите, сравните, тем более, что финал – это та игра, где собираются лучшие команды и есть возможность вынести свой вердикт. У нас прошло большой фестиваль, порядка 20 команд было представлено из 6 разных стран. Большой сезон у нас получился из 12 команд и 4 лучших команды попали в финал. Причем, что интересно, получилось так у нас, счет 2-2 в финале. Две эстонских команды, таллингских команды и две команды из Республики Беларусь. Там, правда, города разные. Один город Минск, а другой город Кобрин – наша любимая чайка. К слову сказать, в Лиге Смеха, кто еще не знает, играют не только команды, но и есть так называемые тренеры. Да, каждая команда, весь сезон, вот фестиваль, когда состоялся, тогда каждая команда, что называется, был шанс попасть в сезон с каким-то тренером, с одним из членов жюри. Вот кто кого выберет, вот с тем, значит, весь сезон и играют несколько игр подряд, вплоть до финала. Вот у нас, соответственно, 4 команды играют. Очень интересный состав тренерский получился, потому что тут тоже счет 2-2. Журналисты против политиков, потому что у команды из Кобрина – Чайка, тренер – Юлия Календа. Я думаю, что нет необходимости Юлию особенно рекомендовать, все ее прекрасно знают, любят, ценят и так далее. Другой представитель журналистского цеха – Андрей Титов, тоже в различных апостасях мы его знаем, и как чемпиона КВН в прошлом, он тренер команды «Зажигалка», которая также играет в финале. Это что касается журналистов. А политическую часть, ну так получилось, представлять сразу два человека, и это, на самом деле, отдельная интрига. Поскольку команду, вернее, не называть себя не команда, а юмористическая группировка «Парижане» из города Минск тренирует старейшина города, старейшина части города Кисклин – Владимир Свет. А вот еще одну команду на сцене, город Таллин, тренирует мэр Таллина Михаил Ковард. Может быть, поэтому они в финале? Я думаю, что вряд ли, поскольку тут как бы решается вся игра, но вот в финале будет очень интересно посмотреть на противоборство команды, которой руководит мэр Таллина, и старейшины части города. И что будет со старейшиной части города в понедельник, когда в воскресенье закончится игра. Когда будут результаты. Когда будут результаты, и какие результаты будут. Ну, мы с Владимиром Светом посмеялись, конечно, на эту тему, это все шутки, но будет, конечно, на самом деле такая интересная дополнительная интрига, тем более, что и конкурсы будут у нас дополнительные, новые. И, дорогие друзья, кто не видел, у нас в финале впервые мы сыграем такой интересный конкурс, как стендап-тренера. То есть вот все те замечательные люди, которые тренируют команды, обычно они выходили на сцену с командами, а тут можно будет увидеть стендап от Андрея Титова, Юлии Календы, Владимира Света и Михаила Коварта. Это новинки, я так понимаю. Да, это вот такой интересный конкурс, который есть в Лиге смеха, и который, я думаю, стоит посмотреть. Я сам лично жду с большим нетерпением, потому что все четверо замечательные исполнители, а посмотрим, что получится в рамках Лиги смеха. Чего нам еще ждать от финала? Какие сюрпризы нас ожидают? Какие конкурсы? Ну, я думаю, что конкурс «Карауки с залом», который мы попробовали в этом сезоне, который пользуется огромным спросом, в хорошем смысле этого слова, когда в зал ставится микрофон, и любой зритель может, что называется, любимую строчку исполнить, а задача команд как-то интерпретировать, допеть, перепеть и так далее. Получается, вот сколько мы играли, вот хочется верить, что даже постучу по дереву, что в финале тоже все получится, и, разумеется, получится, если вы придете и свою песню предложите. Тем более, что и призы хорошие предусмотрены за хорошие вопросы. Так что тут, так сказать, призы будут выигрывать не только участники самого финала, четыре команды, но и зрители могут выиграть. Так что 16 февраля – это следующее воскресенье, так загодим мы обычно на текущей неделе, а поскольку финал… Но у нас финал. Да, финал, билеты расходятся быстро, приходите обязательно в Центр русской культуры и посмотрите, как выглядит такая современная, интересная версия КВН под названием «Лига смеха», тем более, что она и международная. Две команды из Белоруссии, две из Эстонии. Так что все будет здорово. Пока мы ждем финал, что дальше, немножко забегая вперед, что будет дальше? Будет какое-то межсезонье или же следующая игра? Я, вы знаете, должен, так сказать, тогда трейлер такой, да, такой небольшой запустить информацию предварительно. Дело в том, что в этом году исполняется 25 лет нашему клубу, потому что в 95-м году стартовало наше веселое юмористическое движение, в этом году 25 лет нашему клубу исполняется, 4 апреля в Центре русской культуры будет большой грандиозный спецпроект, но я думаю, мы об этом проекте поговорим отдельно в этой студии, а пока 16 февраля ЦРК, будет весело. Максим, спасибо, успехов! Понадобится. Информационный блок «Доброе утро», Талин подошел к своему завершению. Напоминаю, что с гостя был руководитель Международной лиги смеха Максим Волков.